Валя, добрый день! Сегодня мы с тобой обсудим успехи, которых ты достигла с момента нашей предыдущей встречи и продолжим работу над ошибками, которые пока мешают тебе добиться еще больших результатов. Мы вместе прослушали твой разговор, давай обсудим детали. В прошлый раз я показала тебе пункты контрольного листа наблюдений, следуя которым координатор не только предоставляет высокий сервис обслуживания, но и повышает результативность своей работы. Хочу отметить положительные моменты. Они есть, и это значит, что ты готова работать над ошибками. Ты придерживаешься стандарта разговора, есть переход на язык клиента, обращение по имени, старание предоставить полную информацию по графику работы доктора. Молодец! Я рада, что ты прислушиваешься к советам и уверена, у нас все получится. Давай посмотрим на примере разговора, который мы с тобой прослушали сегодня, что можно еще улучшить. Валя, то, что ты стараешься предоставить максимум информации клиенту, это здорово. Но давай разберемся, насколько помогла тебе и клиентке вся эта информация. Помнишь, в контрольном листе наблюдений есть такой пункт, как выявление потребности клиента. Запомни, в главном разговоре тот, кто задает вопросы. Ты должна вести разговор, проявляй энтузиазм, заинтересованность. Тебе надо научиться слушать и слышать клиента, задавать правильные вопросы, чтобы быстро выявить эту самую потребность и предоставить не только полную, но важно, нужную информацию. Звонок к пациентке имел определенную цель. Она ожидала услышать варианты для записи на визит. И все, что ты ей проговорила по дням, когда доктор не сможет ее принять, было лишней информацией, которая и у тебя забрала время, и клиентка, получив много ненужной информации, не смогла определиться с выбором. Запись не состоялась. Клиентка, скорее всего, перезвонит, но запишет ее уже другой координатор. Ты потеряла запись. Клиентка потеряла время и не получила должный сервис. Помнишь, наша задача – решить проблему клиента за один звонок. Чем еще чревато предоставление лишней информации? Она ухудшает очень важный показатель, от которого напрямую зависит оплата твоего часа. И этот показатель – среднее время разговора. Давай будем с тобой стремиться к показателю наших опытных координаторов. Именно такой показатель позволяет увеличить обработку максимального количества звонков в час и тем самым увеличить и количество записей. А отсутствие ненужной информации и предложений альтернативных вариантов еще больше увеличат твою конверсию и помогут решить проблему клиента с первого обращения. На эту неделю, к нашей следующей встрече, у тебя есть задача. Учимся слышать клиента, уменьшаем время разговора, исключая ненужную информацию. Также начинаем активно предлагать альтернативные варианты. Стараемся максимальное количество звонков превратить в запись, то есть решить проблему клиента. Удачи тебе, до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok